Вы смотрите Постскриптум в студии Алексей Пушков. 2009 год, как известно, не был годом свиньи. Но, похоже, со всеми нами поступили просто по-свински. Свиной грипп, главный ужас прошедшего года, может оказаться вовсе не опасной эпидемией, которая еще совсем недавно вызывала панику во всем мире, а лишь крупнейшей медицинской аферой века, в результате которой фармакологические компании заработали миллиарды и миллиарды долларов. Нас обманули, это уже ясно, но кто ответит за подлог, рассказывает Юлия Гробовская. Сенсационные разоблачения сговора чиновников Всемирной организации здравоохранения, которые запугали мир свиньи гриппом, и фармацевтов, заинтересованных в продаже своих противогриппозных препаратов, попали на страницы всех европейских и американских газет. Это помогло фармацевтическим фирмам заработать сверхдоходы, пока страны расточали свои бюджеты на вакцинацию против относительно мягкой болезни, заявил глава Департамента здравоохранения Совета Европы доктор Вольфганг Водер. Развернутая ВОЗ-компания, псевдо-пандемия гриппа – один из самых крупных медицинских скандалов этого века. Так же считают и наши известные врачи. Это очень крупная международная афера, осуществленная Всемирной организацией здравоохранения, чиновниками Всемирной организации здравоохранения, получающих взятки от фармацевтических фирм. На фоне 10 тысяч заболевших во всем мире, когда сезонным гриппом ежегодно болеют 500 миллионов человек, чтобы было понятно, а здесь за три месяца заболели 10 тысяч во всем мире, они вводят пандемию, то есть шестой уровень опасности по шестибальной шкале. Когда я, например, представляю, что такое шестой уровень опасности по шестибальной шкале, я вижу разрушенные города, сотни тысяч погибших, слава богу, ничего этого не происходит. Между тем, сотрудники Всемирной организации здравоохранения пророчили больше 65 тысяч смертей за 2009 год, а также пугали мир возможностью пандемии и бунтов. Почти сразу ВОЗ заказала фармацевтам 4,5 миллиарда доз вакцины от свиного гриппа, то есть для каждого второго жителя планеты. Атмосфера паники заставила правительство стран закупать тысячи тонн противогриппозных препаратов, таких как томифлю, а также заключить контракты на поставку вакцины. На самом деле, по данным датских журналистов, многие советники ВОЗ, которые требовали объявить пандемию, являются платными советниками фармацевтических гигантов, таких как Роше, кстати, производителя Томифлю, Джонсон и Смит Кляйн. Чиновники Всемирной организации здравоохранения, базирующиеся в Женееве, в Швейцарии, объявили пандемию. А когда объявляется пандемия, государства начинают закупать вакцину против этого штамма гриппа, H1, в частности, H1N1. Это огромные деньги, которые тратят страны. Вот посмотрите, создан даже специальный сайт о свином гриппе, Пиг Ньюз. На нем карты распространения свиного гриппа по всему миру, а также профилактика, методы лечения, симптомы. А вот здесь обозначены органы, которые страдают от высокопатогенного вируса H1N1. А тем временем страсти раздувались все сильнее. Сводки о свином гриппе, как известие с поля боя, поражены 200 стран. 622 тысячи заболевших, больше 12 тысяч умерших. Количество жертв растет с каждым днем. В США свиной грипп признан национальным бедствием. По накалу страстей он отодвинул на второй план даже финансовый кризис. «Мне сделали прививку прямо в резиденции», говорит на всю страну Барак Обама. Мексика. Маски раздают полицейские на улице. Вот первый заболевший ребенок и его мать. Ее интервью смотрели на многих телеэкранах мира. В Индии очереди перед больницами. То здесь, то там вспыхивают потасовки. Израиль. В борьбу с болезнью вступили раввины. Они летают по стране и поддерживают народ молитвой. В европейских аэропортах пассажиров встречают тепловизоры. Людей с повышенной температурой эвакуируют в больницу прямо с борта самолета. Украина. Указом президента на борьбу со свиным гриппом выделено 608 миллионов гривен. В России санитарный врач Онищенко рекомендует отменить зарубежные поездки, праздничные массовые гуляния, на карантин закрывают детские сады и школы. Нет, никто не говорит, что свиного гриппа не существует. Однако уже установлено, что новый вирус значительно более безобидный, чем все вирусы обычного гриппа в прошлые годы. Новый штамм вируса действительно был. Это один из родновидностей сезонного гриппа. И надо сказать, что свиной грипп составлял где-то 25-30% от всей эпидемии вируса гриппа. Кроме того, 90% случаев свиного гриппа протекали в легкой форме и только 10% в средней и тяжелой. В итоге все затихло. И мир теперь не знает, куда девать эту вакцину. В Германии, например, в хранилищах мертвым грузом лежат 42 миллиона доз. Кстати, к несчастным хрюшкам свиной грипп не имеет никакого отношения. Называется этот вирус Калифорния H1N1. И не так уж он нов, известен уже около 50 лет. В 1976 году по его вине в США умерло 38 человек. Один от самого вируса, остальные 37 от наскоразделанных прививок. Вакцинацию тогда пришлось спешно прервать. Конечно, все это мыльный пузырь. И единственное, что нам остается на данный момент, это иммунитет общества не к свиному гриппу, а к информационным технологиям. На эту удочку при помощи удачной пиар-акции с участием ВОЗ, впрочем, попался весь мир. А удильщики хорошо нагрели на этом руки. Фармацевтические компании заработали более 7 миллиардов евро. Фармацевтический бизнес, он всегда прибыльный. И не надо верить, что они терпят огромные убытки. Потому что где-то обороты действительно доходят в среднем 3-4 миллиарда. А в связи с такой чумой, пандемией гриппа свиного, я думаю, что он 7-8 миллиардов составляет. Мы все увидели, что частный капитал в медицине опасен. Потому что он зарабатывает деньги на наших с вами страхах, невзирая на те опасности, которые он создает. А опасность, которую он создал, это то, что люди действительно не поверят тогда, когда возникнет реальный риск. Сейчас документы по делу о связи фармацевтов и чиновников ВОЗ переданы в Европейский суд по правам человека для расследования. Ответ ВОЗ не заставил себя ждать. В конце этой недели стало известно, что чиновники организации не собираются дожидаться расследования Европейского суда, а хотят сами отчитаться за свои действия во время пандемии гриппа H1N1. Представители большинства европейских правительств, желающие задать свои вопросы ВОЗ, встретятся с ее сотрудниками на будущей неделе. Юлия Гробовская, Александр Федоров. Монетическая программа «Постскриптум».